Для нас международные встречи и работа подолаживания партнерских отношений, дипломатических отношений. Хотя у нас нет дипломатической службы, но есть департамент внешних связей. Но для нас эта работа не на словах, а на деле. Поэтому мы за последние 6 лет шагнули достаточно серьезно в этом направлении, наложивая наши партнерские и дружеские отношения. И самое главное, что эти отношения перестали носить характер формальный. У нас реальные отношения, которые подтверждаются нашим обменом в сфере культуры по различным направлениям. Особое внимание мы уделяем в работе с городами-побратимами. Это действительно реальные успехи. Я в ходе встречи расскажу, если будет интересно, в чем это выражается. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас после нашей встречи какой-то новый виток наших взаимоотношений, практических и реальных, достало такое новое, открыли новое усомнительство наших отношений. Для Неча позвольте выразить искреннюю признательность за организацию этой встречи. И для меня, как посла начинающего свою педенцию, ему, наверное, будет знаком посещать Одессу. Это второй регион на прошлой неделе. Я побывал в Сумах. У нас, вы бы сказали, по-братимской связи. У нас у Сумской области есть по-братимской связи с одним из наших регионов. И поэтому, конечно же, основная цель нашей поездки – это не только визит вежливости, это, конечно же, понятно, дипломатическая практика, что посол совершает визит вежливости, знакомится. Ну и, наверное, большая возможность, шанс как-то так наметить шаги по дальнейшему сближению наших двух стран, выстраивая этого, знаете, нежного и деликатного ковра двусторонней дружбы. Только что провели очень интересную и, я считаю, результативную встречу с мэром города. Обсудили целый круг вопросов. Я думаю, самое главное была констатация того факта, что сегодня все-таки наши двусторонние отношения, они не отвечают тому потенциалу, который был и который сформировался в силу развития наших государств за последние годы. Поэтому мы сконцентрировались на возможностях вывода наших отношений, на новый формат, потому что сегодня у Одессы нет побратимской связи ни с одним из городов Узбекистана. И, наверное, мы будем стараться как первый шаг сформировать побратимские связи. Но в рамках формирования побратимских связей выработать очень конкретную масштабную программу, которая будет включать в себя и гуманитарное сотрудничество, и торгово-экономическое сотрудничество, и, возможно, в том числе и обмены визитами, потому что это обязательно важно, очень нужно. Одесса сама по себе это очень особый город, легендарный город, воспетый в песнях. И, я думаю, такие же города, их очень много в Узбекистане, если это все-таки мы древняя страна, и если это Одесса морской портовый город, то у нас очень много, как говорится, портовых городов, но великого шелкового пути. И когда-то Одесса была на этом пути. То есть вот эти связующие нити, они всегда были, наша задача их восстановить. И сам по себе диалог сегодня предполагал, вернее, включал в себя обсуждение того, что делает Одесса по линии побратимских связей с другими странами, и какие-то формулы и форматы, конечно же, безусловно, применимы в истреблении наших двухсторонних отношений. У вас очень динамичный IT-сектор, и это тоже какая-то точка роста. Мы говорили о том, что Одесса сегодня занимается вопросами реставрации, совместной в коллаборации с итальянскими коллегами. А сегодня в Узбекистане одна из самых высоких концентраций исторических памятников, которые включены в фонд ЮНЕСКО, и нам тоже надо решать аналогичные задачи. Это тоже, возможно, потенциальная коллаборация. Ну и, конечно же, сфера туризма. Эта тема очень важна для Одессы, эта тема также важна для Узбекистана. Поэтому, резюмируя, можно сказать, что единственный лимит для всех наших совместных начинаний – это только лишь небесный свод. Мы можем много что сделать, много чего добиться. Это начало года. Значит, к концу года мы постараемся дать какие-то своды, какие-то результаты. И нам очень хочется, чтобы в течение года создавался визит мэра города Одессы в Узбекистан во главе с динамичным бизнес-делегацией, и это, я уверен, придаст новый импульс.